Я считаю всё-таки неправильно, что мы совмещаем правительственный час с политической десятиминуткой. Или то, или другое не получается. Правительственный час мы должны обсуждать в Министерстве связи. У нас есть специалисты, два депутата, Луговой, Свинцов. Они хотели бы выступить. А десятиминутка политическая, тогда куда её девать? Так спрячем её. Поменьше дискуссии. Всё тихо, ребята, всё хорошо. Это ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я попросил президиум, там Сергей Иванович сидит, Игорь Владимирович, Иван Иванович, может быть, там, справедливая Россия, всё-таки пересмотреть и вернуть на утро. И в пятницу, и в среду. Потому что политические вопросы, они выше всего. Когда началась Великая Отечественная война, в первую очередь нарушили связь. И никакого управления войсками. Никто не знает, где немцы, где наши. Вот с этого началось. И танки были, и самолёты, и снаряды. И армия больше, чем немецкая. А нарушили управление, и всё. Поэтому имеет огромное значение. Здесь вот справедливая Россия начала что-то говорить про роуминг. И вроде бы они там какой-то проект закона внесли. Я не знаю вообще, совесть надо иметь. Пять лет ЛДП этим занимается. И министр связи знает об этом. И мы уже подошли к тому, чтобы отменить. Тут вылезает справедливая Россия. Вот мы внесём проект. Потом будут хвалиться перед всем народом. Мы добились отмены роуминга. Вы ничего не добились. Вы воруете наши законы. И прекращаете это воровство. И пора уже по линии минсвязи показать всем, какие были инициативы от всех фракций. И сказать. Вы выводите законы. Раньше вас уже пять лет этот проект закона обсуждает другая фракция. Чего же лезть-то в чужой огород? У нас столько проблем. Совесть иметь. Поэтому я попрошу, может быть, где-то аналитическое управление Думы. Пускай покажут, что фракция делает много лет. И чтобы другие не пытались примазаться к чужому богатству. Это надо иметь в виду. Если ещё связь коснуться, то вот мы не поддержали закон о мессенджерах. Мы за цифровую демократию. И за то, чтобы сотовая связь везде пришла. Вот в Киргизии, пожалуйста, демократия. Так сделали, выборы провели, что нельзя было украсть ни один голос. Ничего. Всё электронное. Нельзя. Руки нигде не касаются. Через полчаса вся Киргизия знала, кто у них президент. У нас будут три дня считать. И всё в основном ночью считают. Чтобы все ушли спать, и там можно будет посчитать по-другому. Поэтому, конечно, связь очень важна, нужна. И мы готовы всё поддерживать. И современная. И цифра в экономике, в том числе в связи, в том числе в демократии. Дома всем сидеть. Никакие центры избиркомы, участковые комиссии, политические партии, профсоюзы. Какие законы принять. Граждане всё за нас с вами решат. А Минюст издаст законы. А президент подпишет. Знаете, сколько будет свободного места? Сколько? Миллионы чиновников будут свободны. И не будут рваться на эти должности, потому что всё будет решать электроника. Быстро, красиво, без участия человека. Без этого нам не обойтись. И я очень рад, что, может быть, мы все доживём до того периода, когда действительно человек не будет вмешиваться ни в связь, ни в медицину, ни в выборы. Чего выбирать депутата? Вот, каждая партия выдвинет количество, и пускай вся страна голосует. Кто получит больше всего голосов, тот и депутат. Чего спорить-то? Человек дома определит, кто ему больше нравится. И за каждой фамилией портрет. Вот сидел в Думе и чужие законы воровал. Пытался за свои выдать. Не буду голосовать, вычёркиваю. Вот всю информацию дать. Чем занимался депутат в том или ином созыве или в том или ином парламенте? Это очень важно. Ну вот у нас с вами, если брать связь, то телефонные мошенники обманывают пожилых. Значит, вот всё время там сообщают, какой-то там что-то нарушилось, сервер, там дать какие-то данные. То есть используют мобильную связь, когда человек доверчивый, пожилой, ему хочется поговорить, окончается тем, что у него деньги забирают. Поскольку его мобильник завязан на его электронные деньги, на карточку, автоматом, тот снимает мошенник, снимает. Надо найти какие-то блокиаторы, заблокировать, что если человек, значит, пускай вообще не разговаривает, предупредить их всех, что никто к вам по телефону не будет никакие услуги предлагать. Собец не можем дознаться, чтобы что-то помог. Тут по телефону всё вам и лекарство принесём, и пенсию повысим, вообще о вас думаем, любим, уважаем. Только вот давайте какие-то данные, может быть, ещё код, пин-код взять со счёта, так сказать. Поэтому надо давать разные виды связи. Может быть, не привязывать мобильный телефон и отправку СМС с карточкой в банке, чтобы это не было проблемой для наших граждан, которые, так сказать, значит, может быть, мы такси вызывают в основном по телефону сейчас и приезжают быстро, это хорошо. Ну и быстро клофелин заливают, даже уже в простую воду. Мало того, чтобы угостить кого-то выпить, алкоголь. Так водички хочешь, жарко, вот мы тебе водичку дадим. Апельсины хочешь, вот давай, туда уже накачал клофелин. Может быть, придумать предупреждение по мобильной связи, как мы о плохой погоде предупреждаем, что никаких разговоров с таксистом, никаких угощений от таксиста не принимать. Что пускай следит за дорогой, за движением. Помните, многочисленные случаи отравлений со смертельным исходом по всей стране. Да, все таксисты под подозрением. Это сохраним жизнь всех остальных людей. Честный таксист, он будет хорошо работать. А мошенник, мы по телефону его должны предупредить. Потому что люди, так сказать, гуляют, все там, где-то настроение хорошее, а потом его находят, где-то выброшенный на какой-то, так сказать, полигон, на пустырь. Вот он вызвал такси. Это же давно уже было, еще при советской власти. В каких-то фильмах даже показывали этот клофелин. Вот они опять, так сказать, восстали из мертвых эти товарищи, мошенники. А здесь везде, конечно, связь. Чтобы не пугались наши граждане, что телефонный звонок, нужно быть осторожным. Может быть, отвечать не надо. Может быть, можно вывести на мобильный, что вам звонит совершенно посторонний человек. Его телефон не имеет отношения никаким к нашим учреждениям. Это какой-то частный телефон. Человек понял, что звонит человек не из СОБЕСа, не из пенсионного фонда, не из поликлиники. Звонит мошенник. Возможно, и правоохранительные органы могут сразу дать, что этот товарищ в розыске находится. Это звонок из мест лишения свободы. Наверняка в перспективе мы можем дать такую информацию нашим гражданам, чтобы их оградить от тех действий, когда они становятся жертвами мошенников. Это вопрос, который имеет прямое отношение к связи. Но есть еще, конечно, моменты, связанные с общественным питанием. Постоянно массовое отравление детей. Детский сад, школа и другие учебные заведения. Почему? Убрали поваров, которые готовили в школьной столовой. И какая-то фирма выигрывает, так сказать, конкурс, предлагая дешевое питание, но плохое. Русская поговорка, из дешево до сердито. И дети травятся, лежат в больницах. Вместо летнего отдыха по больницам. Здесь нужно создавать какое-то управление общественным питанием. У нас столько учреждений. Детские, детские дома, детские сады, школы, места лишения свободы, завод. У нас Дума тоже есть столовая. Мы ее можем контролировать? Нет, не можем. А надо, чтобы мы имели право контролировать качество питания. Откуда везут, что везут. Я контролирую, захожу в кулинарию, все продукты измеряю, 70% превышение нитратов. А вы все покупаете и несут полные авоськи домой отравленного продовольствия. Я отдаю куда надо и никакого толку нету. От того, что, так сказать, мы скрываем. То же самое все эти торговые сети. Все торговые сети, владельцы сидят за границей. Такой страны нет в мире. Они прекратят поставку продовольствия. И что будет со страной? С какой стати иностранцы за границей сидят. И все торговые сети в их руках. Кто это сделал? Мы много раз Мантурову говорили. Нельзя, чтобы у вас был маленький департамент торговли. Должны все национализировать. Пожалуйста, частные магазины. Но должен быть контроль. И должно быть много магазинов. Ты закроешь свой, а остальные работают. А так мы можем просто-напросто поставить в неудобное положение всю страну. Как Октябрьская революция произошла? Не подвезли вовремя. Все было. Еще летом туши, свиней, коров. Все лежало в Сибири. Не везут и все. Связь не работает. Все это тухнет. Вот вам и революция. Голодные вышли на улицу. В первую очередь у нас женщины голодают. Казалось бы, наиболее терпеливые. Они первые вышли. После них все остальные. Хлебом подавай побольше. Вот получили побольше. 73 года. Закормили вас в лагерях. А все хотелось побольше хлеба. Продлевать не надо. И никому не продлевайте. Не может вовремя выступить. Пускай учатся дома. Репетируют. То есть счетная палата не может уложиться в отведенное время. А почему министр смог выступить? Потому что молодой. Энергичный. Современный. Такой же, как вся фракция ЛДПР. Поэтому мы вас поддержим, Николай Анатольевич, и поддержим нового начальника генерального директора почта связи Подгузов и Ростелекома Сиевский. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Вольф.